Тебе не нужно посещать здесь автошколу, если ты там получил права. Нужно только пройти экзамен, поэтому давай! Ммм, Джон Дэйви Харрис, да? Проходите к инструктору. Нормально. Ну чё, Джон, кататься поехали! О, батюшки! Оооо, я есть междумирец! Если верить сеансу гипнотерапии из предыдущей серии, то так и было. Было всегда. Да, у меня прямо сейчас есть две супер логические теории на тему моего персонажа. Я думаю, вам понравится. Сейчас поделюсь. А вообще, всем привет, дорогие и друзьям. Я Лоу-ложка! Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Ииии, снова всем привет, дорогие и друзья. Я лол-ложка, добро пожаловать в последнюю. Реально, сезон, в котором мы есть сила, мы есть власть. О да, междумирцы, как много в этом слове. Практически полностью вымершая раса, некогда имевшая силу создавать целые миры. В данный момент история про междумирцев в основе своей превратилась в легенды. Об этих существах мало что известно, но то, что известно, характеризует их скорее как созидателями, наблюдателями и скорее даже творцами. Учитывая предыдущую серию, учитывая сеанс гипнотерапии, можно сделать две логические догадки. Первую я назвал «раздвоение личности». Здесь имеется в виду, что я всегда был междумирцем. Все сезоны я разговаривал сам с собой, не было никакого персонажа прямо передо мной. Я сам до себя пытался все это время донести, что я умираю, я теряю свои силы. В итоге в предыдущей серии мы поняли, что междумирец настолько слабый, что мы можем дотянуться до него только при помощи сеанса гипнотерапии. Это была первая догадка, а вторая называется «перенос сознания». Скорее всего, междумирец действительно умер. Он действительно существовал, и об этом говорилось еще в сезоне «Игра Бога», то есть его последнее представление передо мной. Именно после смерти его сознания переместилось в мое тело, и он, выбрав меня своим учеником, ведет по тропе, в которой я должен постепенно осознать свою силу. Силу, которая переродит междумирца. Скажу честно, вот этот второй вариант звучит намного логичнее, но знаете, что мне здесь не нравится в моей же догадке? Перерождение междумирца. Если так подумать, то его по праву можно считать паразитом? Если он действительно сидит в моем сознании и даже изредка имеет над нами контроль, то я для него что-то типа «ходячего артефакта жизни». По-другому это можно назвать «крестраж». При этом я даже не знаю, хватает ли у него сил поглотить меня полностью. Вот такие пироги, вот такие догадки. Напомню, первая называется «раздвоение личности», вторая «перенос сознания». Так, короче, на деле это не главное. Догадок может быть хоть 10, хоть 20, да хоть 30. Тут важно что понимать, у меня есть какая-то сила, и мы не помним и не знаем, как ее использовать. Но ничего-ничего, сеанс гипнотерапии... Доброе утро. Поможет мне. Да, привет. О, ты не представляешь, кто мне сегодня написал. Они. Родители, мои родители. Никогда бы не подумал, что буду так рад получить от них сообщение. Они увидели один из моих видосов, представляешь? Написали вот мне, в гости позвали. Пока ты дрых, я даже созвонился с ними. У них все хорошо. Весь младший персонал, то есть уборщиков, с острова отпустили. Эм, то есть... Тех, что в живых остались. Ох. Там папа потерял лучшего друга. Зато вроде с мамой и с ним все хорошо. Мама, она... Говорит, что папе пришлось несколько швов на висок накладывать. Но это даже не автоматоны сделали, а лопнувшее рядом с ним в пожаре стекло. Ах, короче, самое-то главное. Все не так страшно. Они оба в порядке. И... Ло. Я вот к чему все это начал. Ты же там, в университете, на острове, брал в качестве коллектива вождение трактора, да? Ну, то есть, получается, у тебя есть права, верно? Так, ну да. Только они здесь-то не работают. Эй, нет, ты чё? Ты не помнишь, я тебе говорил, что дипломы Lucky Charm скотируются по всему миру? Так вот, права-то тоже. Я специально сидел и листал всякие правовые акты. Много времени это, правда, не заняло. Так вот, тебе не нужно посещать здесь автошколу, если ты там получил права. Нужно только пройти экзамен, поэтому давай. Я... Чё у тебя там? А Дилан пишет. Печатает. Ай, Ло. Передай этому дурачку, что на острове права были выданы на имя Лоложка Дэйви Харрис. И на такое имя у тебя документов здесь нет. Хотя, погоди, я сам ему скажу. О. Так, погоди-ка, сейчас у меня тут... А. А. Чёрт. Блин. Добираться до родителей на общественном транспорте неудобно. А на такси адски дорого. Автошкола отнимет у тебя не меньше месяца. Теоретические занятия, практические. Потом ещё ты теоретический экзамен. Блин, я так надеялся, что ты сможешь меня туда отвезти. А. Чё? О. Дилан. Он говорит, что изначально в базе данных острова ты был записан как Джон, а не Лоложка. Видимо, из-за того, что ты в первый день там на острове представился по-другому, данные быстренько переписали. Но Дилан теперь может попробовать архивные записи заменить на текущие. О-о-о-о. И тогда имена у тебя будут совпадать, Ло. Единственное, конечно, чё-то я начал волноваться. Не появится ли у нас из-за этого проблем? Ну, просто ты опять в системе засветишься. Но, блин, прикинь, насколько удобнее станет жить, если у тебя будут права. Мы сможем на каршеринге гонять. Не, я... Ты это, не подумай, я всё понимаю. Если ты боишься или, там, просто не хочешь, то... Окей, окей. Я не буду настаивать. Просто, Лоложка, ты обещай хотя бы подумать об этом. Ну, или хотя бы, там, с мафиозниками поговори. Может быть, они права тебе сделают. Так, погоди, у меня тут по работе. Ага, а у меня тут Дилан. Эх, забей. Ричард зря парится. Я уже прошерстил всякие открытые и не очень открытые полицейские базы. Да, там есть запись о твоём задержании, когда ты решил умного из себя строить. Но в остальном, Ло, всё нормально. И к тому же, это на острове всем вокруг управляла одна Джоди. А тут, она просто глава огромной, очень мощной, но всё-таки обычной корпорации. Не то, чтобы правоохранительная или какая-нибудь другая городская система перед ней отчитывается. Я понимаю, что вы с Ричардом привыкли чувствовать себя пупами земли. Хе-хе-хе. Но вы снимаете какой-то гараж в нищем районе и спите в одной кровати. Да ты даже пока что в мафиозных делишках ничего такого не сделал, чтобы город обратил на тебя внимание. Хм, а кстати, ведь правда. Знаешь, Дилан, ты прав. Да и каршерингов по всему городу полно. Намного удобнее будет добираться. Дилан, я бы согласился с тобой, если бы не думал о том, что Джоди станет меня искать после побега. Чё, Дилан, хватка Карла ослабла? Перестаёшь пытаться быть моей мамочкой? Ну давай вот это вот нейтрально. Я бы согласился, если бы не думал, что Джоди преследует меня. Ты... Чё, реально дурак? Ох... Не думал, что мне придётся тебе об этом напоминать. Ты мироходец, лолошка! Джоди наверняка считает, что ты свалил так же, как и Шерон. Да и, блин, кроме тебя у неё сейчас завались работы. Ты же не думаешь, что такая огромная катастрофа, как то, что Джена устроила, может пройти за пару недель? Так, ладно, всё, забей. Я напишу тебе, как разберусь, как переделать тебя в островной базе данных обратно в Джона. Гуляй. Так, ну это... Короче, видимо, права будут. Меня тут это... Дилан жёстко успокоил. Ох, я очень надеюсь, что родители забрали с острова Чарли. Я так обрадовался, когда они написали, что совсем забыл спросить об этом. А сейчас мне даже стрёмно им писать, потому что... Мне кажется, что они подумают, что я только о Чарли и беспокоюсь, а о них совсем нет. М-м-м. Мои, конечно, предки далеки от идеальных. Мышление у них немного странное. Хе-хе-хе. Ну, нормальные люди же не устраиваются уборщиками в симуляции. Но это всё же не отменяет того факта, что я по отношению к ним был, ну, реально придурком. За эти пару недель в настоящем Хэнфорте я... Как будто, знаешь, повзрослел, что ли. Можно ли назвать это настоящим взрослением, если на работе я продержался меньше месяца? Скоро пойду в центр снимать очередное видео. О, и, кстати, Дилан обещал разобраться с нашими старыми телефонами, чтобы выгрузить оттуда видосы с острова. Но пока что, увы, успеха не было. Эх... Так, ладненько, я подготовлюсь. Готовься, готовься. Значит, Ричард у нас теперь зарабатывает на видеосъёмке. Хе, а чё? Снимать здесь не хочешь, да? Только в центре? Да, вообще, даже немного обидно. То есть, получается, я работаю, а Ричард в какой-то степени... Хе-хе-хе-хе-хе. Что там? В какой-то степени не работает, да? То есть, он сам определяет себе график. Ладно, на самом деле, я тоже сам определяю себе график. И мне по-любому нужно взять заказ. Так. Улица Стальная. О, ой, это неподалёку. Проспект Харриса, это тоже неподалёку в той стороне. А пока что мы идём торговать и покупаем яйца. По-любому. Так, значит, синий вейпоинт здесь, красный там. Ой, как это близко! Это реально супер близкие заказы. Самый ближайший постамат. Здравствуйте. Посылочка. Далее нам к этому домику. Здесь, кстати, другие продавцы есть. Я вот что-то по городу-то особо не гуляю. А зря, зря. Ооо, не-не-не-не-не-не-не. Простите. Вот томаты, это, наверное, кстати, выгодно. Томаты я куплю. Здрасте. Слушай, а вот это прикольно. Чикенбургер всего за 100. Покупаем. Обалдеть, барбекю на палочке всего 70. В нищем районе реально всё дёшево. Ооо, мы сейчас заработаем даже больше, чем потратили. Эээ, здравствуйте. Выходите. Это вам. Ой, должно быть от мамы. Благодарю. Всегда пожалуйста. Так, 800 опыта улучшения. А раз уж мы взяли одну посылку, по-любому берём вторую. Потому что у нас минимальный заказ 2 штуки в день. Иначе штраф. Здравствуйте, здравствуйте. Улица Зелёная. Это прямо около банка. Такое я помню. Посылку забираем. До красного вейпоинта добегаем. И по идее успеваем. Приветствую. Вот, возьмите. Эээ, если бы где-то был указан срок доставки. Что, я опоздал? У меня был указан срок доставки. Я точно успел. Доставки поставлена оценка 4. Ах ты зараза. Мог бы пятёрку поставить. Ой. А, я тут в бездомном районе бегаю сейчас, Дилан. Ммм, да уж. Я, конечно, крутой прогер, архитектор компьютерных систем, гений, хакер. Но я всё ещё не разобрался с этими дебильными данными. Оно перемешано с данными мироходцев. Что-то лежит в базе университета. Я не знаю, из какой базы будут поднимать инфу в автошколе. Поэтому менять надо везде. Блин. А это надо искать. Выделять коренные файлы. Подгружать архивы, чтобы они заменялись. И самое главное, всё сделать так, чтобы дата изменения оставалась старой. Чтобы не было такого, что имя было изменено сегодня. И сегодня же ты идёшь за правами. Да, я написал тебе, чтобы поныть, Ло. У тебя есть с этим проблемы, что ли? Ладно, на самом деле я нашёл ещё классное местечко, куда я бы хотел сходить. Но я не могу, сам знаешь. Поэтому пойдёшь ты. Вот по этому адресу кафешка. Проспект Харриса, 13Б. Сходи, развейся. Пока я здесь ковыряюсь. Ладно. А я тут как раз задумался, о чём мне делать-то? Честно говоря, я уже хотел к мафии идти. Но я понимал то, что мне нельзя. Мне, помните, сказали, два дня не рыпаться. Сегодня первый день. Так, короче. По этому адресу кафешка. Проспект Харриса, 13Б. Проспект Харриса, это неподалёку от нашего дома. Только вот надо понять, куда, блинский, блин, идти. А, ну вот. Второй проспект Харриса. Получается, первый где-то там. И вот оно. Проспект Харриса, 13Б. Привет, полицейский. А я больше не нарушаю, ничего не кидаю, ничего не ломаю. Понимаешь? Хе-хе-хе. Не за что оштрафовать, да? Мне сюда получается? Так, здравствуйте. Добро пожаловать в неоновый оазис. Да, здравствуйте. Первый раз у нас? Первый раз у вас неоновый оазис. Это что, киберкафешка? Ну что ж, отлично. Тогда позвольте, я немного расскажу вам про наше заведение. Мы – небольшое независимое ретро-футуристическое кафе. Его создатель хотел пофантазировать о том, каким бы могло быть кафе, если бы люди в мире были добрее и открытие к современной действительности. Мы не допускаем здесь ненависти ни к каким видам жизни. Хе-хе-хе. Даже к компьютерным. Теперь, когда я все это сказал, обязан вас предупредить. Вас будет обслуживать автоматон. То есть, я. Что такое? Если у вас нет с этим проблем, то присаживайтесь. Я подойду к вам. Ты автоматон... Обалдеть. Блин, на самом деле я уже настолько привык к тому, что я в реальном мире, что я отвык от того, что мы можем встретиться с автоматоном. Знаешь, а у меня появляется догадка, почему Дилан захотел, чтобы я сюда пришел. Дилан себе тело нашел, да? Хе-хе. Ну что будете заказывать? Я бы рекомендовал вам попробовать нашу голубую мачо. Ну давай тогда свою голубую мачо, че уж. Чай из азалии, лавандовый, ла-ла-ла, а вот голубая мачо. Сто семьдесят. Ну блин, это как штраф. Хе-хе. Я все в штрафе оцениваю. Ну давай, ладно, окей. Окей. Вот и хорошо. Сейчас сделаю и принесу. Ожидаем. Ожидаем. Так, Дилан, Дилан, Дилан. Ну, круто же, да? Круто, круто. О, ух ты. Сделал виртуальную копию обилки. Ну че, как тебе неоновый оазис? Меня сначала привлекло название, потому что мне очень нравился оазис в нашем Хэнфорте. А потом я узнал, что здесь работает автоматон. Меня правда бесит, что он должен говорить это каждому новому посетителю. Эй. Обилка. Короче. Что-то я не слышал, чтобы в других кафе люди предупреждали посетителей, что они люди. А я бы, честно говоря, предпочел, чтобы меня обслуживали автоматоны. У них и вкуснее, и безопаснее. Эх. Ладно, я, если что, почти закончил с твоими документами. Еще немного, и у Джона Дэйви Харриса появятся в этом мире права. Если ты сдашь вождение, конечно же. Хм. Да уж. Вкуса нет никакого, потому что нет никаких вкусовых рецепторов. Твой злодейский или не очень брат-близнец дал нам вкусовые рецепторы. То есть автоматоны, да, чувствуют вкус еды, когда едят. Это не просто кодом заложено, ло. Но, в основном, конечно, кодом, но ладно, ладно, не суть, не суть. Разная еда нами ощущается по-разному. Но, скучаю по временам, когда у меня было тело, блин. Даже поломанный дед был лучше, чем быть в цифровом... нигде. Хотя возможности у меня, конечно, здесь хоть отбавляй. Хе-хе. Я сразу все, и я сразу везде. Мяу. Как оно? Нормально? Круто? Обалдеть, да. А, круто, не круто, но... Чел, я тут реально уже начинаю с ума сходить. Я думал, я ненавижу людей и общение, но... Не настолько же, чтобы кануть в эту бездну. Хочу поиграть в любимую игрушку. Ну, чтобы вот пальцами клацать по клаве. Хочу орать в войск, какие все идиоты. Хочу гладить настоящую обилку. И больше всего я на свете хочу... Говяжий тартар, ло. Ха-ха-ха. Будет тебе, Дилан, будет. Боже мой. Все сделаем, правда. Так, ой, там и тут. Приготовили, да? Так, а что я там заказывал? Голубой мачо, да? Да, ваш заказ. Голубая мачо. Что-нибудь еще? Да, ответьте, пожалуйста, когда вы уже перестанете забирать наши рабочие места. Скажите, а вы не боитесь, что на вас нападут или что-то сделают? Хочу еще десерт. А вы не боитесь, что на вас нападут? Ммм? Ну, знаете ли. На кофейню часто нападают активисты, которые против нас борются. Закидывают яйцами, гайками. Видимо, гайки должны символизировать то, что мы... Железяки. В моем программном коде не предусмотрено агрессивных реакций. Они это знают. И, наверное, ждут, когда я поведу себя вопреки программе. Я автоматон. Я никогда не поведу себя вопреки программе. А посетителей у нас и так хватает, чтобы регулярно менять оконные стекла. Да и страховка покрывает многие затраты. Иногда мы, конечно, судимся с этими активистами. Всегда выиграем. Тогда уже ремонт оплачивают они. Ох. Жаль мне, конечно, этих людей. Жаль нашего хозяина. Он очень добрый и хороший человек. А людей жаль, потому что в них столько ненависти. Она их съедает. Съедает изнутри. Это, наверное, очень тяжело. Хозяин говорит, что многие из этих активистов сами баристы или владельцы кофеин. Хе-хе-хе-хе. А в меня заложены лучшие, идеальные программы для приготовления напитков. Поэтому наш кофе один из лучших в городе. Люди не могут похвастаться такими постоянными результатами. У меня каждый кофе сделан идеально. А у них, знаете ли, раз на раз не приходится. Люди все-таки. А, кстати, почему вы об этом спросили? Ну, как сказать, я не знаю. Просто самый интересный вопрос. Это называется вежливая беседа, тупой ты автоматон. Хе-хе-хе. Потому что я согласен с активистами. Таких, как ты, быть не должно. Слушайте, я видел демонстрацию на улицах. Там было много людей. Неужели вам не страшно? Ну, да. Было страшно. А потом я попросил хозяина выкрутить страх на минимум. Теперь нет. Не страшно. Да и самое главное. Они еще ни разу не пытались громить что-то здесь. Изнутри. А так как я живу тут, в коморке для швабр, мне даже выходить на улицу особо не приходится. И поэ... Простите, а можно нам повторить экспресс-тоник, пожалуйста? Так, конечно. Сейчас все сделаю. Ох, простите, молодой человек. Мне нужно работать. Хорошо, работай. Хорошо, работай. Так. Знаете, я сейчас предвижу сообщение Дилана. Он офигел от того, что автоматон живет в коморке для швабр. Вот чекайте, чекайте. Не, ну ты это слышал. Ты слышал? Мало того, что его хозяин управляет его эмоциями, так он еще и живет в коморке. О, чувак, уходи оттуда. Я погорячился насчет этого места. Тем более я закончил наконец-то своими виртуальными бумажками. На острове официально с конца лета жил только Джон Дэйви Харрис. Никаких лолошек. Записал тебя на экзамен по вождению по этому адресу. Экзамен начнется в 18.00. Иди. О, окей. А, уже 17, блин, 15. Так, ладно. Ну да, я на самом деле предвидел вот эту реакцию Дилана. То, что автоматоны здесь, они супер-мега-обслуживающий персонал. И никак иначе. Они максимальные работяги. Они не ходят, не закупаются, не испытывают лишних... Эмоций и бла-бла-бла. Так, ладно. Тело автоматона. И на самом деле я уже примерно понимаю, кто управляет этим автоматоном. Скорее всего, это Евсей. Максимум, это может быть Розенталь. Да, мне почему-то кажется, что владелец этого заведения один из мафиози. Но даже если это не так, то не так уж и важно, как говорится. Мне сейчас нужен проспект Железнодорожный. Еще раз проверка. Так, проезд Железнодорожный. Слушайте, скажите, что вы можете. Ну давай, наверное, от GDH поедем. I give you a night call to tell you. Я водила. Эм... Так, ладно. Такс. Вот оно. Проезд Железнодорожный 2. Тут даже тачки стоят. Мы сможем сесть? Слушайте, вопрос, вопрос. Здравствуйте. Так, кабинет номер 1, кабинет номер 2. Мужики сидят. А, мне же нужно к 18. У меня запись на 18. Так, ну... Видимо, придется посидеть, подождать. Сколько времени-то уже? Ну, 18.02, алло. Где люди? Может быть, мне поговорить... Ой. Эээ, кого там еще принесло? Ты кто такой, а? Я... Что, мне написали... Джон? Ну, я... Джон? А, за правами, что ли? На вождение? Ну, да. Что, ты кто? Я думал, ты просто в очереди сидишь. А, так, блин, ну сразу бы и сказал. Так, сидишь, что ты сидишь. Давай, иди, тебе в третий кабинет. Это, смотри, уволень какой, блин. Сиди тут 10 минут. А, блин. То есть, реально нужно было просто подойти. Все, не поговорить. Чё это тебе чё надо? Иди в третий кабинет сначала, тебе же сказали. Потом к нам. Надеюсь, у тебя удостоверение с собой. Давай, давай, быстрее. Я весь день не пил сегодня, чтобы экзамены ваши тупые принимать. А, это инструкторы. Ха-ха! Господи! Здравствуйте! Добрый день! Садитесь. Ладно. Ммм, Джон Дэйви Харрис, да? Да, Джон Дэйви Харрис. Угу, угу. Вижу, вы указали, что уже получали права. Нужно переподтвердить и получить другую категорию. Покажите, пожалуйста, ваше удостоверение. Вот. Ммм. Ммм, да, Джон Дэйви Харрис. Ммм, действительно. Ммм. О, господи! Подождите, тут сказано, что вы получали права не здесь, а... О! Это что, правда? Это правда, дамочка. Я был там, на острове. О! О! Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Ого. Простите, знаете, подавилась. Что ж, знаете, тогда вам не нужно проходить повторное обучение, а также теоретический экзамен, поскольку права вы уже получали в этом году. Однако для проверки вашего умения управляться с легковыми автомобилями вам всё-таки нужно будет пройти экзамен по вождению. Инструктор сидит в фойе. Скажите, у вас своё транспортное средство имеется? Нет, нет, такого не было. Угу, ну хорошо. Аренда учебной машины будет стоить 100 В в час. Минимум. Что значит, что если вы сдадите быстрее, чем за час, с вас всё равно 100 В, учтите это. Кроме этого, необходимо единоразово оплатить страховой взнос за машину. Поскольку у вас были права, вам 50% скидки. 250 В. Стоимость самого экзамена составит 500 В. Итого, 850 В прямо сейчас. Доплата за лишнее время при необходимости потом. Сейчас мы забронировали нужную сумму на счёте, который привязан к номеру вашего телефона. Проходите к инструктору. Ладно. Вот, я ещё ничего не сдал, а с меня уже почти тысячу списали. Нормально. Так, я... Ну чё, Джон? Кататься, поехали. Поехали, мистер мужч... Мужчина? Стрелочка. Всё. О, батюшки! О, батюшки! Да ладно! Заводи мотор! Погнали! Ха-ха-ха-ха! Подожди, да ладно! Обалдеть! Я реально рулю машиной! Меня не обманули, когда говорили об этом! Так, ой, сори, сори. Так, слушайте, у меня... Машин, главное, никаких... Боже... У меня же нормально получается, да? Так, мне нужно за пять... Чё ж ты так в руль-то вцепился, а, блин? Так, а я первый день, понимаете, я... У меня были права, но не было одновременно. Так, сейчас назад чуть-чуть. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Обычно я смотрю, как другие машины едут. И сейчас я смотрю на то, как я вожу, боже! Так, ну, по крайней мере, других автомобилей нет. У нас более-менее такая свободная локация. Так, сейчас как-то... Хорошо, слушайте, уже получается. А, так, резко направо. Столб, столб, нет, нет, столб не друг, столб не друг. Всё хорошо. Фу, сколько там надо проехать-то? Сколько, блин, пять минут. Ну, это издевательство какое-то. Так, здесь поднимаемся, хорошо. Налево. Ладно, если у меня действительно появятся машины, если у меня появятся права, и если я реально в любой момент по городу смогу бегать на... Точнее, ездить на машине, то это... Расслабься ты, чё ж ты, блин, напрягся? Если что, притопить можешь. Тут копы редко бывают. Хе-хе-хе-хе. О, господи. А-а-а! Машина! Простите! Простите, пожалуйста, бога ради! Так, ладно, смотрим вперёд, смотрим вперёд. Так, дальше. Сюда. Да чё ты как не свой, братан? Расслабься! Не хочу расслабляться. Не хочу. А-а-а-а! А-а-а, боже! Автомобиль! Простите! Я первый день за рулём. Так, тихо. Здесь сейчас очень аккуратно. Ой, какое движение, какой поток. Налево! А-а-а! Проехал, проехал, хорошо. Всё, едем спокойно в потоке, вот за этой машинкой. Сейчас налево, да? Всё, быстро налево. Хорошо, не врезаемся, за мной никого. Так, здесь. Э-э-э, куда прёшь? А куда пру, действительно? Сори, простите! А-а-а! На поребрик! Так, ладненько, нормально. Ну это какой-то большой экзамен, честно говоря. За мной тут ещё автобус! Так, а-а-а! Простите! Тройная, сплошная, а не тройная, как говорится. Думаю, тут можно и развернуться. Запомни это. Ага, точно. Так, параллельная парковка сейчас, да? О-о-о! Ну чё? Поздравляю, парень! Я так и быть передам, что ты отлично справился. На изготовлении корки уйдёт около суток. Тебе напишут ещё, но... Я думаю, завтра уже можешь забрать права. Давай, бывай, парень! Бываю. Двойная, сплошная и не тройная. Думаю, здесь можно развернуться. Так. А можно корку сейчас? Нельзя, да? Мне бы документик не получить, окей. Ну ладно, у нас на самом деле сколько времени-то уже? 20 часов, ё-моё! Кажется, пора домой. Вот, у нас как раз автобусы. Управление полиции, если что, это остановка. То есть, прям неподалёку находится у нас сдача экзаменов. Надо запомнить. Управление полиции. А сейчас мне нужен проспект Харриса. Знаете, что меня раздражает в общественном транспорте? Общество! Ага, да-да-да, слышал уже такое. Всё, я помню проспект Харриса. Пока бегал, погляди, что у меня с едой. Почти вся закончилась. Всё, печеньки обязательно кушаем. Да, они, конечно, восстанавливают немного. Но это единственное, что я могу сейчас нормально кушать. О, погоди, у меня чикенбургер же. Точно. Всё, тогда, окей, беру свои слова назад. Мы купили говна подороже. Так, а дома кто-нибудь есть? О, Ричард. Чё, как? О, здорово. Ну чё, ты там как, с правами надумал? Надумал? Пффф. Я их получил. Точнее, я получу в ближайшие дни. Сюда. Разблокированный замочек. Знаешь, Ричард, я думаю, поговорю с мафиози, чтобы они мне подогнали фальшивую корку на Эми Лоу-ложке. Не уверен, что эти права мне вообще нужны. Как-нибудь уж доберёшься до родителей сам. Ха, я их уже получил. А? Подожди. Чё, серьёзно? Ты реально уже получил права? За один день? Ради меня? Это офигенно, братан. У меня никогда не было друзей, ну, настоящих. А теперь, конечно, я понимаю, что автоматоны очень похожи на людей и могут даже, ну, видимо, обладать свободной волей. Но те, которые окружали меня всю жизнь, ею не обладали. Вот. Это вот. И даже так, когда они должны были быть для меня идеальными друзьями, они не были идеальными друзьями. А ты вот такой неидеальный, но, блин, настоящий друг. Если права будут готовы завтра, мы можем съездить к моим родителям, Ло. Я хочу, чтобы они узнали тебя настоящего, а не просто парня, за которым они столько времени следили. Ты, ладно, давай, тогда отдыхай. Я тут позалипаю немного. Ой. Бедный Ричард, он аж от волнения язык потерял. Ну что, что, всё? Я не то, чтобы, конечно, это ради тебя делал, мне ради интереса это хотелось провернуть. Но, да, Ричард, конечно, ради тебя, конечно. Получается, если у меня есть права, то я открыл какую-то новую арку. Вы же понимаете то, что без прав я не мог бы поехать к Ричарду. А тут у нас есть права. Мы их получаем уже завтра. И таким образом мы едем. Мы едем знакомиться с уборщиками. Вау, это что-то новое. Надеюсь, конечно, это не какая-то плохая затея. И надеюсь, это не какая-то ловушка. Но за этим мы тоже следим. Я как бы помню это, что за мной могут наблюдать. Также не забываем то, что мне постепенно нужно стираться. Мои очки, моя куртка теряет былое величие. Эх. Точно так же, как и этот сезон, может, увы, потерять величие, если вы не поставите лайк и не подпишетесь. Я очень надеюсь, что вам нравится то, что вы смотрите. Вместе в СНГ комьюнити мы делаем то, что как будто не было не то, что в СНГ комьюнити, а в мире. И, конечно же, мы будем продолжать это создавать, потому что дальше больше. Спасибо большое за вашу поддержку. А если вы здесь привыкли, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. Все вот эти вот никнеймы людей, которые идут снизу. Если вы хотите попасть сюда, то нужно перейти на Бусти. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока.